МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Дороги дороги! В преддверии весны начались ремонтные работы дорог в Чувашии. Привычка, вредная для здоровья и кошелькам, на какие штрафы накурили нарушители антитабачного закона в Чувашии. Будьте здоровы! Где в Чувашии работают передвижные медицинские комплексы? Расширяя границы! Сегодня в российском посольстве Турции состоялась презентация чувашских предприятий. Встреча руководителей производств с потенциальными партнерами из-за рубежа была запланирована полтора месяца назад. Дмитрий Ковалев готов сообщить подробности. Чувашия и Турция уже давно начали налаживать партнерские отношения друг с другом. Не раз в республику с официальными визитами приезжали делегации из этой страны, а Чебоксары сейчас являются побратимом города Анталия. Презентация региональных предприятий в турецком посольстве должна придать мощный стимул на пути по дальнейшему сотрудничеству. За час до встречи предпринимателей с потенциальными турецкими партнерами глава Чувашии провел переговоры с послом Турции. Умит Ярдым отметил, что сейчас их страна стремится расширить деловые связи. К примеру, недавно в посольстве побывала делегация из Казани. К слову, из Чувашии в Москву приехали не только бизнесмены. Гостей у входа встречали артисты народного ансамбля, фойе устроили дегустацию национальных блюд. Иностранных партнеров угощали домашними сырами, шартаном и другими оригинальными блюдами. На встречу деловых кругов в турецкое посольство прибыл и член Совета Федерации Константин Косачев. Предлагаю послушать его интервью. Для Чувашской республики внешние связи, контакты с партнерами, которые могут прийти со своими проектами, со своими инвестициями, со своими предложениями, но не в последнюю очередь и стать покупателями той продукции, которая производится в Чувашии, которая совершенно точно имеет очень высокую конкурентноспособность, в том числе на внешних рынках. Это очевидный элемент, очень мощный элемент развития Чувашской республики, а вместе с успехом Чувашии, разумеется, и всей Российской Федерации. Глава республики отметил, что только в прошлом году внешний торговый оборот между Чувашией и Турцией превысил 4,5 миллиона долларов. Очевидно, что этот объем в ближайшее время будет увеличен. К примеру, сейчас республика присматривается к турецким технологиям выращивания овощей в теплицах. Но и Чувашии есть, что предложить иностранным партнерам. Город Чебоксары является центром релейной защиты во всей Российской Федерации. Это основная часть Чебоксары, которая является релейной защитой, которая является релейной и релейной защитой. На встречу в турецкое посольство прибыли представители девяти предприятий. Они презентовали потенциальным партнерам ткацкие станки, автофургоны, электротехнику, комбикорма и не только. Глава региона заметил, что в последние годы иностранные инвесторы реализовали в Чувашии целый ряд масштабных проектов. Чувашия всегда готова к своему выгодному сотрудничеству. И я полагаю, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Чувашской Республикой, Российской Федерацией, с Турецкой Республикой мы выйдем на другой уровень, на взаимовыгодной основе. Наши предприниматели заинтересованы и предприниматели Турецкой Республики заинтересованы. Мы со стороны органов власти создадим наибольшую благоприятную среду. Впрочем, Чувашия готова наладить сотрудничество и по другим направлениям. К примеру, в культурной сфере. Турецкие артисты всегда желанные гости на фестивале «Родники России». Из-за рубежа в Республику планируют направлять на стажировку и турецких студентов. Очевидно, что это не последняя встреча. Уже в мае Чувашскую делегацию пригласили приехать в Турцию с официальным визитом. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. На заседании правительства Чувашии сегодня рассмотрели ряд вопросов, продиктованных экономической ситуацией. При этом речь идет как о росте некоторых цен, так и об увеличении государственной поддержки. Государственная служба по тарифам проанализировала расчеты перевозчиков, пассажиров и грузов и вынуждена была согласиться. Последние работают себе в убыток. Стоимость проезда в транспорте не менялась уже два года. С 10 марта поездка в троллейбусе будет стоить 15 рублей, в маршрутке по городу 20, до Новочеваксарска 23. В автобусе стоимость останется прежней 16 рублей за одну поездку. Мера непопулярная, но необходимая. Предлагаемые новые тарифы укладываются в рамки инфляции 2014-2015 года. Кроме того, если пассажир расплачивает с электронной транспортной картой, проезд во всех трех видах транспорта на рубль дешевле. Даже с учетом повышения стоимость проезда в Чувашии остается одной из самых низких в Поволжье. Минсельхоз Республики разработал комплекс организационных мер по закупке техники, удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей, семян для успешного проведения весенней пассивной кампании. Сейчас зимы находятся в основном в хорошем и удовлетворительном состоянии. В настоящее время ведет работа по подготовке семенного материала. Семена яровых, зерновых, зерновых культур у нас засыпано 49 тысяч тонн. Это 103 процентов к плану. В прошлом году у нас на эту дату не хватало 1 процента семян. И кондиционность на сегодняшний день составляет 70 процентов. В прошлом году было 58 процентов. Не более 40 процентов от потребностей заготовлено горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. По словам Сергея Павлова, сельхозтоваропроизводители, напуганные удорожанием, привлекают меньше кредитов. Но предпринятые меры должны изменить ситуацию к лучшему. отметить, что объем их вырастет до, то есть субсидируется будет от 16,5 до 17,5 процентов. Если кредит будет 23, 17,5 будем субсидировать, это где-то 5-6 процентов ложится на сельхозтоваропроизводителя. Это уже посильные ноши, и тем более лимиты, которые обозначены на это направление у нас в три раза больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям перечислены субсидии в сумме 198 миллионов рублей. Это почти в 4,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на поддержку животноводства и элитного семеноводства предусмотрено более 110 миллионов рублей субсидий из республиканского бюджета. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так в одной из деревень Ядринского района после проверки Роспотребнадзора чуть было не закрыли детский садик. Но в результате на его ремонт выделили столько денег, что теперь он почти как новый. Немного истории. Зданию почти 50 лет, но туда водили детей из многих соседних деревень. Его закрытие стало бы серьезной проблемой для родителей. Но все прекрасно понимали, что рано или поздно это может случиться. Здание не соответствовало требованиям Санпина. Здесь уже давно требовался капитальный ремонт. В прошлом году, в феврале месяце, к нам пришла проверка, была плановая проверка Роспотребнадзора, территориальное управление Роспотребнадзора. И у нас здание уже, потому что оно в 1963 году постройки, здание ветхое было, но внутренне требовался капитальный ремонт. Полы там где-то шатались было, и площади не хватало. В садике «Лесная сказка» функционирует одна разновозрастная группа. Дочки Игоря Овчинникова тоже воспитанницы этого дошкольного учреждения. Поэтому он, как и другие родители, был очень обеспокоен тем, что садик собираются закрыть. Вместе сообща, написать письмо главе республики. В результате вот пришло. Меня одобрили, приняли, и я поехал с таким вопросом, чтобы не закрывали и выделили какую-то финансовую помощь на реконструкцию, на ремонт. В результате чего, получается, съездил нормально, отлично. Вот весь результат нам выделили миллион 119 тысяч рублей. Мы сразу же взялись за дело. Отремонтирован капитально отремонтирован пол, заменены лаги, заменены также оконные рамы, переоборудован пищеблок, приобретена новая плита электрическая, проведена также новая канализация. Так садик удалось сохранить, и не просто сохранить, а сделать пребывание в нем детей еще более комфортным. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Каждое время года приносит рабочим дорожных служб свои проблемы. Какие дорожные работы проводятся перед началом весны в Чебоксарском районе, узнавала наша съемочная группа. Во время обильных снегопадов дорожникам приходилось работать круглосуточно. Было задействовано 150 единиц техники. Недавно начался ямочный ремонт проблемных участков. Органно-минеральная смесь, используемая при укладке колодного асфальтобетона, позволяет работать в условиях до минуса 10 градусов. Карту создаем, долбим сначала, потом продуваем, греем, сушим. Обработка битумом, потом холодный асфальт положим, укатаем, края разливаем битумом. День этот 18-20 квадратов. От погодных условий зависит, что за погода. Сегодня хорошая погода. Дорожные бригады готовятся к пропуску воды, накапливаемой на дороге. Техника убирает снежные валы с обочин. Рабочие чистят барьерные ограждения. Это делается для того, чтобы быстрее подсушить земельное полотно. Как вы знаете, грунт, который в текучем состоянии, представляет уже прошлистные характеристики, намного падает, соответственно, начинаются большие разрушения. Начинаются пучения дорог. Согласно этого приказа по подготовке пропуску готовимся открывать водопропускные трубы. Также отслеживаем, где появляется наледь. Такие трубы берутся на учет и принимаются соответствующие меры. Следят за погодными и дорожными условиями с помощью специальной автоматизированной системы. В Чувашии установлено семь постов дорожного контроля с датчиками температуры воздуха, дорожного полотна, скольжения, интенсивности движения на дороге. Все данные о дорожной обстановке поступают в центральный диспетчерский пункт Чувашо-Пордора Министерства строительства Чувашии. В режиме реального времени также можно проследить за всей работающей техникой через спутниковую систему ГЛОНАСС. Здесь показаны все остановки и схемы движения рабочей техники. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика. Выездные медицинские комплексы стали уже привычным явлением в районах Чувашии. Так, сообщество врачей и медсестер заботятся о нашем здоровье. Как проходит профилактический осмотр в полевых условиях, узнавала наша съемочная группа. Уже несколько дней мемографический комплекс работает в Чебоксарском районе. График мобильной группы построен так, что обследования могут пройти как работающие, так и не работающие женщины. Снимочек уже готов левой груди. Это под углом 45 градусов. Сейчас протисмотрим правую. Своими силами мы привозим сюда, соответственно, женщин для проведения маммографии. В дальнейшем, после окончания описания снимков, результаты поступят руководителю сельско-врачебной амбулатории, который уже в дальнейшем раздаст эти результаты женщинам. Если в ходе обследования выявится онкологическое заболевание, естественно, они все будут взяты на диспансерный учет и будут проходить соответствующее лечение. Проживающие в районах женщины уже смогли оценить удобство обследования в таких комплексах. Ведь себя трудно заставить выехать на обследование в город. До скотины надо раз напоить, раз накормить, опять 12 часов, опять напоить, опять накормить, опять 3 часа, опять водички надо давать, комбикорм надо давать, сено надо давать, потом надо поселить, потом надо закрыть, все, и детей, и потом с садик надо еще прибежать, суп надо сварить. Автобус это очень удобен для нас. Только во дворе работали, сказали, вот так Марсина приехала, маммографию проверять. Мы уже с радостью прибежали, даже полчаса не прошло. По статистике в республике рак молочной железы стоит на третьем месте среди онкозаболеваний. Поэтому такие обследования имеют значительно профилактический эффект. Ведь болезнь можно выявить на ранней стадии и назначить своевременное лечение. Именно передвижной маммографический комплекс, он призван к тому, что доедет до каждой женщины, доедет до каждого рабочего места, до пожилой женщины, до молодой женщины. То есть приедет непосредственно, у женщины это займет максимум полчаса. То есть не отходя фактически от рабочего места. Кроме передвижного маммографического комплекса в селы и деревни выезжают другие мобильные комплексы. Диагностические, для проведения диспансеризации и флюорографы. И все это ради того, чтобы предупредить о развитии серьезных заболеваний у жителей республики. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня днем в Чувашии на трассе М7 в Маргаушском районе произошло ДТП. В результате аварии погибло два человека. Сегодня около 14 часов на 608-м километре трассы Москва-Уфа в Маргаушском районе 53-летний житель Ядрина, управляя автомашины «Лада Гранта», не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем в составе полуприцепа. В результате аварии водитель и его 7-летний внук от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются. На этом участке зафиксировано не одно ДТП и он считается аварийным. Еще одно ДТП сегодня днем произошло на въезде в Новочебоксарск. Здесь столкнулись экскаватор и 262-я маршрутка. Виновным аварией признан водитель экскаватора, который перестраивался на другую полосу. В результате столкновения маршрутное такси выбросило на разделительную полосу, в салоне выбило стекла. К счастью, обошлось без жертв. Госавтоинспекция призывает всех водителей быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать установленную скорость и дистанцию. С начала года в республике в дорожных авариях уже погибли 27 человек. Ну а теперь о тех, кто о здоровье, судя по всему, не задумывается. Накурили 167 тысяч рублей. Такую сумму в Чувашии за год взыскали в виде штрафов с нарушителей антитабачного закона. Всего накурильщиков, которые нарушили закон, составили 588 административных протоколов. Из них 8 за вовлечение в процесс потребления табака несовершеннолетних. Общая сумма наложенных штрафов – 259 тысяч рублей. Из них уже взыскали 167 тысяч. Такие цифры приводит Минздрав в соцразвитие Чувашии. Напомним, антитабачный закон вступил в силу 1 июля 2013 года. Согласно нему, курить запрещается на территории учебных заведений, больниц, на детских площадках, пляжах, стадионах, в кафе, барах, ресторанах и других местах. Также на всех видах общественного транспорта. В Чебоксарах сотрудник полиции и его сообщник подозреваются в покушении на мошенничество. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и 26-летнего жителя города Чебоксара. Они подозреваются в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия с октября 2014 по 19 февраля текущего года, подозреваемые в ходе нескольких встреч на территории столицы республики убедили местного жителя передать им 1 миллион рублей за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенное им мошенничество. После получения 100 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы сообщником полицейского, их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. У вас имеются какие-либо предметы в автомобиле, предметы, деньги, и также предметы изъятые обороты или из оборота ограниченные в обороте. Если документы какие-либо или деньги имеются, предлагаем вам их добровольно выдать. Вы сейчас откуда достали их? Из-за дюкарвана. Сумма какая? Не читал. Не читал. Неизвестно. Ясно, понятно. Говорит, что 100 тысяч рублей. В настоящее время сотрудник полиции задержан и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. В случае, если вина будет доказана, им может грозить до 6 лет лишения свободы. Екатерина Кудряшова, Республика. Будущие инженеры и конструкторы Чуваши осваивают специальности со школьной скамьи. Центр молодежного инновационного творчества, где подрастающие поколения реализовывают свои технические идеи, заработал прошлой весной. Что интересного произошло за год, узнавала наша съемочная группа. Макет первого русского боевого корабля «Полтава» в натуральную величину устанавливают в северной столице. Проектировщиками 3D-модели корабля стали студенты машиностроительного факультета ЧГУ. Работали мы над ним очень долго, около полугода. Надо было разработать каркас и небольшие элементы для корабля, рассчитать их устойчивость, так как конструкция довольно металлическая. И стали. 3D-моделирование было для нас знакомо, поэтому мы к нам и обратились. Ну, думаю, мы справились. Разрабатывали проект на одной из площадок Центра молодежного инновационного творчества в лаборатории 3D-моделирования. С помощью компьютерных программ и устройств здесь можно спроектировать все, что угодно. В соседней комнате виртуальные модели обретают реальную форму. Лаборатория робототехники открыта для всех. Здесь и младшие школьники, и студенты машиностроители. Свободное, неучебное время. Мы сюда приходим, занимаемся, разрабатываем разные проекты. В паяльной станции я паяю микросхемы для нового проекта. Вот мы разрабатываем проект, сделаем квадрофор, который у нас будет летать. Не секрет, что 21 век – это век информационных технологий. И роботы в будущем заменят очень много нынешних профессий. То есть эти роботы, они могут заменять даже людей. Наглядный тому пример продемонстрирован в третьей лаборатории. Здесь представлен самый настоящий сварочный робот. В скором будущем, как предсказывают ученые, подобные модели заменят людей на так называемом вредном производстве. Однако без человеческого интеллекта этот робот – просто груда железа. Здесь уже наши студенты, бывшие школьники, теперь наши студенты, которые научились программировать простые роботы, модели роботов, теперь работают уже на реальном оборудовании. Учатся программировать, учатся управлять этим роботом для того, чтобы потом, придя на производство, сходу встать к этому роботу и работать без всякого депутационного периода. За год существования в Центре молодежного и инновационного творчества была организована научная конференция межрегионального значения. Проведено три соревнования по робототехнике среди школьников. В ближайшее время планируется организовать крупный региональный этап Всемирной Олимпиады. Поделился руководитель Центра Сергей Сорокин. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Современная молодежь выбирает здоровый образ жизни. Спорт не только придает физическую силу, но и дисциплинирует в этом абсолютно уверены жители деревни Изамбаева Комсомольского района. По деревне Изамбаева уже третий год действует тренажерный зал для боксеров. Идея создания спортзала принадлежит Александру Евграфову и его друзьям. Они увлекаются не только боксом, но и футболом, волейболом и хоккеем. Три года назад Александру по наследству достался старый дом, который превратился в спортзал. Спортинвентарь тоже купили на собственные сбережения. Зал оснащен боксерскими грушами, тренажерными станками, а пол покрыт гимнастическими матами. Этот спортзал мы организовали в 2019 году для детей, чтобы они выросли здоровыми, крепкими, чтобы была надежда на них в дальнейшем, чтобы они не ходили там по углам, не курили, не шастали. Вот для этого мы его и создали. Кумир изымбаевской молодежи Федор Емельяненко. Именно на него стремятся быть похожими все, кто приходит в спортзал. Кстати, многие приезжают из соседних деревень, так что ребята не только укрепляют здоровье, но и развивают коммуникативные навыки. На участие в серьезных турнирах пока не претендуют, но уверена, это вопрос времени, ведь залу, а значит и боксу в Узымбаево всего три года. Екатерина Кудряшова, Регина Кубакина, Сергей Япчиков, Республика. А в деревне Шальтямы Канажского района катались на лыжах. Там в честь предстоящего 70-летия победы в Великой Отечественной войне впервые прошла лыжня славы. Любителей зимнего вида спорта оказалось достаточно, в их числе и наша съемочная группа. Лыжня славы проходила в шести возрастных категориях. В соревнованиях приняли участие как дошкольники, так и представители администрации Канажского района. Конечно, лыжные гонки проходили в деревне и раньше, но в этот раз они стали особенными. Их посетили известные спортсмены-чуваши. Фактически вот эта лыжня слава это честь победы 70-летия нашей победы. Это еще в Чувашии таких соревнований не было. И что придумали наши шатямские организаторы это, конечно, честь и хвала. Дистанции небольшие, но впечатлений масса. Каждый участник выходил на старт с желанием завоевать золотой кубок или же медали. Но для этого пришлось постараться. Как и в любых соревнованиях выиграли сильнейшие. Причем среди участников были разыграны 24 пар лыж и 12 волейбольных мячей. Шальтьямовцы уверены, лыжня славы станет постоянным событием их спортивного календаря. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения.